Погорит ли космос оренбуржцев? Уже неделю в кинотеатрах города показывают российский фильм-катастрофу «Салют-7». Это лента о реальном подвиге советских космонавтов, которые рискуя жизнью отправились спасать аварийную станцию. Критики уже называют эту картину самой героической и самой зрелищной в истории российского кино. Но ее бюджет действительно космический – полмиллиарда рублей. Но насколько оренбуржцам интересна такая тема, вопросом притяжения озадачилась сегодня Екатерина Киселева. Утро среды. Билетов на «Салют-7» уже нет даже на вечер четверга. Их бронирует школа, лицей, гимназии. Но что особенно радует в кино, наконец спешит зрелая публика. Я сам учитель математики и физики. Часто говорил про космос с ребятами. Поэтому мне это интересно. Во-первых, это история наша, Россия. А потом, как показать. Все-таки у нас немало героев. Это воспитательных целей. С эффектами сейчас зрители удивить сложно. Но создатели картины очень старались. «Салют-7» – первая лента в мире, где эпизоды невесомости и открытого космоса снимали не на хромакее. Все это реальные декорации, которые не смогло вместить ни одно помещение лентфильма. В итоге в пригороде Питера выстроили специальный павильон. Герои картины прошли специальную тренировку на самолете Ил-76, который поднимался в воздух и резко спускался, давая краткое ощущение невесомости. Впрочем, оренбуржцев потрясли не столько спецэффекты фильма, сколько героизм советских космонавтов. Конечно, нужно знать, чтобы дети это гордились. И это же не просто так дается, как вы думаете. Вот звание героя. Ну, все понравилось. Съемки, эффекты все. Трогательные моменты. Мужество людей. В кинотеатре признаются, интерес оренбуржцев к космическим блокбастерам отечественного производства пока в зачаточном состоянии. Но прогресс есть, пусть и не космический. Если сравнить опять время первых, то еще как бы маленькая была сбора. То есть зритель интересовался мало. Если брать уже «Салют-7», то на первый уикенд пришло намного больше людей. То есть, значит, фильм понравился первый. И думаю, если будет продолжаться съемки таких фильмов, то, соответственно, будет спрос у зрителей больше. А то, что интерес к космосу у зрителей снова проснется, очень надеются и в Оренбургском музее космонавтики. Сюда в музей был перенят вот этот его скафандр, в котором он готовился второй раз к полету в космос. Но раньше, видимо, была моль, немножко чуть-чуть поедем там. Пусть тренировочный скафандр Гагарина немного тронут молью, а космический хлеб – мышью. Здесь все еще есть на что посмотреть. Личные вещи первого космонавта планеты, неземные деликатесы и даже запчасти ракеты. Только вот народная тропа сюда давно заросла. В музей космонавтики приходят или иностранцы, или школьники со студентами. Последние чаще не по своей воле. Не все понимают, знаешь, для чего сюда идти. Все считают только по юбилейным датам. Вот сейчас день космонавтики наступит, 12 апреля. Сюда не протолкнешься. Очередь и все мест не хватает. И мне пришлось тут выслушать дважды от учителей, когда я им предлагал, что ну в следующий день, на следующий день, они сразу заявляли, что актуальность этого вопроса отпадает. То есть вот, они день поговорили и все, и хватит. Валерий Лежнин разводит руками. Последние 20 лет интерес к космосу только и делал, что падал. И несколькими громкими отечественными премьерами его вряд ли реанимируешь. Это раньше покорители вселенной были национальным достоянием. Теперь их не знают не то, что в лицо, по фамилии. Обожествляли, можно так сказать. Обожествляли. И тогда про каждого космонавта, во всех газетах абсолютно, я же не говорю про телевидение тоже, вся автобиография была написана. Все знали, кто откуда он, где родился, где учился. Примерно процентов 30 наших оренбуржцев уже не знают, что Гагарин учился в Оренбурге. Институт Киселева, Станислав Доминов. Наше время.